Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 99. Начитываем Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта по нашему трехтомнику. Это второе у нас издание. Вот оно как выглядит. По 752 странице. Второе Тимофея. Помилуйся Божьей. Это толкование впервые за 2000 лет вышло. С толкованием вместе с откровением. Полное толкование. Необычность, ну как издана, во-первых. И потом раскрасили наши братья. Лучшего иллюстратора Библии Густава Доре. Видите как, полный лист из обреза. 230 иллюстраций. И 10 еще из пластики. Вот. Закладками. Пока еще есть немного экземпляров. Их всего-то ничего было. 3000. Примерно 600 мы сразу развезли под библиотекам мира. Под библиотекам мира. И еще немножко есть. Далее. Поехали. Второе Тимофея, 1014. Итого от Никита Колесников. А ты пребывай в том, чему научен. И что тебе верено, зная, кем ты научен. Толкование. Будь, говорит, неизменен и не ревнуй злодеем, не завидуй делающим беззаконие. Псалом 36.1. Ты не просто научился, но и удостоверился, что ты принял учение с убеждением. Следовательно, хотя бы ты и увидел противное тому, в чем удостоверился, не смущайся. Ибо и Авраам, слышав, что в Исааке наречется ему семя, бытие 21.12, не смутился, когда получил повеление закладь его. Второе Тимофея 3.15. При том же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Толкование. Два побуждения представляет апостол Павел к тому, чтобы Тимофей прибыл непоколебим. Первое. То, что ты, говорит, научился не случайно от кого-нибудь, а от Павла, а это то же, что и от Христа. Второе. То, что ты научился не вчера, а с детства, и имеешь глубоко укорененное в себе божественное видение. Ну, с детства-то не было у нас этого-то. Вот мы это с детства все имели, посты соблюдать, а Евангелия-то не было. Остальное-то страх Божий был. Есть гигиена, мать говорила, мы боялись греха. А если жил, ничего этого не понял, ну, разный путь-то. И по-разному душа воспринимает. Ну, а я теперь обратился. Обратился, но то-то всего умерло, то ты же никогда таким не будешь. Я никогда не буду такие знания иметь, которые имеет Геннадий Фаст, отец Геннадий Фаст. Никогда. Университет, преподаватель обратился, где? Академия, магистр, богослов. У меня ничего этого нет. Я это осознаю и понимаю это. И ни разу никому не позавидовал. Знаю, у меня ищейка другая. Если он на вершине, говорит, елки горит свечка, я там где-то, может быть, на полу, да еще какая она там. Так, и оно допустит тебя до чего-либо неразумного. Что бывает у большинства людей? У большинства людей это бывает и перечисляет, что научился. У кого бывает, который ничего не знает? Природа-то какая была? Кто дед? Кто бабка были? Кто был мать? Как тебя научили? С какого времени начал молиться? Было ли тайное стремление отдельно удалиться, помолиться-то? По чем можно узнать, избрание или неизбрание? Ибо кто знает Писание как следует, тот никогда не будет совращен. Ох как! Значит, а совратился, Писание не знает. Сам трактует его, понимает, неправильный перевод, сейчас многие на это говорят. А сам ничего не знает. Священными Писаниями апостол называет все Божественное Писание. Это направлено против Симона и Монеса, и всех, кто дурно отзывался в Ветхом Завете. Внешнее ведение умудряет человека прелещать других разными софизмами. Отсюда пагуба души. Но Божественное ведение не таково, оно умудряет во спасение. Какое? Спасение не через дела, не через слова, но через веру в Иисуса Христа. Ибо Священное Писание приводит человека к тому, чтобы он уверовал во Христа, который соделывает для него спасение. Комментарий Игнатия Лапкина. Все секты сегодня питаются, подпитываются теми, кто еще утром считался православным. Католики открывают в России новые епархии из недавно состоящих, из бывших православных. Оказавшись за границей, сколь многие из православных совратились в иноверие. И все это от того, что люди не знали Писание. Мне митрополит Виталий говорит, мы точно не знаем, никто не считал, но не менее 5 миллионов в эмиграцию ушло. Сейчас сколько русских осталось? Едва ли 400 тысяч. А где? Он полюбил, она католичка. Он уже католиком будет, она православной не будет, он ничего не может доказать. Но она поставила условие, допущу тебя до себя, если примешь. А ему какая разница? И тут веры нет. Лоб-то перекосить, налево-направо, рукой махнуть. Так я рукой-то к тебе прикоснусь теперь. И все. А старообрядец ни один на это не пойдет, ни один. У них приобретают через смешанные браки. Он не пойдет. И даже полюбил, катал на лодке. Родители сказали нет, все, он сразу отошел. У нас это было на наших глазах. Да хорошо ли это? Ну ни один никуда, все, кто не уйдет. Библия не знает. Чуть не так все, ни шагу никуда. Ибо кто знает Писание, как следует, тот никогда не будет совращен. Ибо священные Писания приводят человека к тому, чтобы он уверовал во Христа. Нет ничего выше, яснее, прекраснее твержи православной веры, которая основана на Евангелии. И такое сокровище священники скрыли от народа, сделав народ легко уловимым любым хищным зверем. Ибо кто знает Писание, как следует, тот никогда не будет совращен. Повтори про себя. Кто знает Писание, как следует, а как знать, потолкование святых отцов, тот никогда не будет совращен. А наоборот, тебе будут прислушиваться. 2 Тимофея 3.16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, толкования. Указав много способов утешения, Тимофею теперь апостол предлагает и самое большее в чтении священного Писания. Ибо он намерен сообщить ему нечто прискорбное, именно, что он оканчивает свое земное поприще. Итак, чтобы не падал духом, никак лишающийся общения с Павлом, он говорит, «Вместо меня ты имеешь Писания, которые могут тебе быть полезны». Некоторые задают вопрос, как апостол сказал, «Все Писание богодухновенно, уже ли и эллинские Писания богодухновенны?» И затрудняясь решением его, переводят не «богодухновенно», а «богодухновенно-е», чтобы была мысль. «Всякое Писание, которое есть богодухновенно, есть и полезно». Но им следовало бы взять во внимание, что сказав выше, «Ты знаешь священное Писание?» Апостол говорит теперь, «Все Писание, какое?» О котором он говорил выше, и о котором сказал, что оно священно. Итак, оно и есть Писание богодухновенное и полезное на все, что он перечисляет далее. Полезно говорит тем, что научает нас тому, что надлежит нам знать. И нет ничего, что не было бы разрешено посредством священного Писания. Если нужно изобличить ложь, и это можно почерпнуть отсюда. Если нужно, говорит, исправиться и получить наставление, то есть вразумиться к справедливости, то есть чтобы поступать справедливо, то и это доставляет тебе священное Писание. Главное, исправиться, получить наставление, вразумиться к справедливости, поступать по священному Писанию. Писание знать надо И Писание полное доверие Сказал не искать там кривизны Перегоды да разные такие Одно есть Писание И все встало на место Притом сразу Комментарий Игнатия Лапкина Нужно ли давать комментарии на этот стих И на эти комментарии С надеждой сказать более чем апостол Павел И блаженный Феофилакт Умоляем Христом и истинным Богом Прочтите что они говорят Только в этом стихе о Библии И полюбите Библию 2 Тимофея 3.17 Да будет совершен Божий человек Ко всякому доброму делу приготовлен Толкование Исправление говорит бывает через Писание Чтобы у человека по Богу живущего Ни в чем добром не было недостатка Так что если и ты желаешь Сделаться таким же складным То есть совершенным Здравым и всегда во всем равным Не унывающим в печальных обстоятельствах И не гордящимся благоприятных Ибо это свойственно неровному душевному настроению То имей Писание советником вместо меня Если Тимофею который был исполнен Святого Духа Апостол писал о чтении То не тем ли более нам Заметь что без Писания нельзя быть совершенным Не просто принимай участие в добрых делах Но будь приготовлен То есть совершенно готов И не только на одно готов На другое нет Но на всякое Комментарий Игнатия Лапкина О роли Священного Писания В христианской жизни И православном вероучении Святитель Кирилл Иерусалимский Говорит так в огласительных беседах Кавычки открыты Никакая божественная и святая тайна веры Не должна быть сообщаема без Божественного Писания И не должна основываться на одной лишь вере И избранных словах Вот и все по Слову Божию Даже не верь ты мне Когда я просто говорю тебе о нем Если на слова мои не будешь иметь Доказательства из Божественного Писания Ибо спасающая нас сила веры Зависит не от выбора слов Но от доказательства Божественными Писаниями Вот это сегодня я не знаю Какой священник может сказать Не верь мне Если слова мои не сходятся с Библией Ты сначала должен Библию знать А теперь сравнивать ее А научить чтобы люди могли сравнивать О чем сравнивать Она Библию не знает Не верь ты мне То есть обличай меня Если я не по Писанию буду говорить А здесь ничего нету И поэтому вот это в голове и получается Так о Святом Духе Дальше Веру же как в учении Так и в исповедании Старайся иметь И держать ту только Которая ныне сообщается тебе Церковью И которая утверждена всем Писанием Теперь пока от настоящего чтения Начертай в памяти истинной веры А в свое время на каждую из них Извлеки доказательства Из Божественного Писания Ибо истинные веры Не так составлены Как бы хотелось людям Но приличнейшие места Будучи собраны Из всего Священного Писания Составляют учение веры Где-то что-то я доказываю Доказываю где-то Я посмотрю Непрерывно Идут места Писания Вот каждый том у меня книги Открытым оком Делаю ссылок около трех тысяч Нет таких книг православных Нету Но я посмотрел Когда почитал Посчитал проповедь Насколько на греческом языке Как размеренно Или как быстро говорил Зато у себя не знаю Проповедь продолжалась Примерно в среднем Тридцать пять минут Это никто не знает Ну никто никогда Ну то есть не слышал нигде Тридцать пять минут Я тогда посчитал у себя Меня упрекают Вы много мест Приводите Писание Он ровно в два раза Больше моего У меня до тридцати пяти Больше нет В одной проповеди Тридцать пять Максимально я принимаю Он семьдесят раз обращается Вот и все Почему и золотые уста И как семя горчичное Из малого зерна Много пускай это отрасли Так и эти истинные веры В кратких словах Вмещают все Видение благологочестия Содержащегося В Ветхом Завете и новом Огласительное поучение пятое Какое мое толкование здесь На эти слова Только я беру шире Беру из Кирилла Ивусаримского Какое мое толкование Обвиняют в этом Неужели Христос Напрасно Вочеловечился Неужели учение наше Есть вымысел И мудрование Человеческое Не божественное ли Писание Есть спасение наше Не пророческие Или предсказания И так храни верно Сей залог Чтобы никто Не поколебал тебя Огласительное поучение 12 Ну пожалуйста 2 Тимофея 4.1 Итак Заклинаю тебя пред Богом И Господом нашим Иисусом Христом Который будет судить Живых и мертвых В явлении Его И царстве Его Толкование Апостол внушает Тимофею страх И в другом месте Сказав Пред Богом Все животворящим Завещиваю тебе 1 Тимофей 6.13 Здесь же он делает речь Свою более страшной Напомнив о том суде Того говорит Кто будет требовать отчет Привожу во свидетель Что и это я не скрыл от тебя Живыми и мертвыми Он называет или грешников Или праведников Или умерших А также и тех Кто тогда останется в живых Некоторые впрочем Разумеют души и тело Когда имеющего судить Во время пришествия Его Которое будет со славой И царским величием Ибо второе пришествие Будет не на такое уничиженное Как первое 2 Тимофея 4.2 Проповедуй слово Настой во время и не во время Обличай Запрещай Увещивай со всяким Долготерпением и назиданием Толкование К чему же именно Апостол нас заклинает Что это означает Проповедуй слово Не скрывай И не срывай в землю Сущего в тебе дара О да устрашимся Сего мы Ленящиеся проповедовать Проповедуй непрестанно Говори неутомимо Не однажды А всегда Пусть не будет Для тебя определенного Времени Но во время То есть во время мира Спокойствия И пребывания в церкви И не во время То есть в опасностях И вне церкви Говори проповедуй Во время И не во время Сказал апостол В том же смысле В каком говорится Это В обычной речи Благовременем Для проповеди Почитают Время мирное И спокойное А безвременем Для нее Время бедствий Иные опять Благовременной Проповедью Почитают проповедь В церкви А безвременной Вне церкви Или еще иначе Третье толкование Третье уже дает На один кто же сих Или и еще иначе Не жди времени падения Научи прежде Чем падет кто Когда видишь Что это Должно сделать То есть Когда найдешь Кого согрешающим Или намеревающимся Согрешить То не пропускай даром После того Как обличишь И докажешь Погрешающему Его погрешность Запрети ему То есть наложить Епитимию И наказание Ну где экономия Это Крылья книга Правила 70 лет не издавали Понятия никакого нет Ну то есть Шарманка Закручена И все У буддистов Как они сделали А какая молитва Поворачивается Не понимают Но они даже Бумажку переворачивают А что переворачивают Можно сделать меленку Они так сделали Сейчас большой Как туесок такой Там кисточки украсили Идет он на такой Шевелит туесок А там молитва У нее шевеляться А тот говорит А что рукой-то шевелить У нас Ручей течет Они поставили меленку Она крутит ее И молитва идет к Богу Так может дойти до совершенства Наши Господи Помилуй Вот это Когда без ума Так говоришь И они идут все время У них ше Ну как ше С палкой сказать И вверху Вот этот туесок Такой как киночка И он идет Пальцем шевелит Она кисточками Мотает Вот и все Мы чем отличаемся от буддистов Эпидемита нету Запрещение с наказанием Подобно резанию А утешение Приятному пластырю Итак Приложи пластырю тишения Чтобы одно резание Производя крайнюю боль Не вергло в отчаяние Соединяй это со всеми Предупредительными мерами Ибо и обличать Должно со всяким долготерпением Дабы обличаемый верил Всему не без основания И назиданием Объясняй как он согрешил И в чем грех Таким образом Должно и запрещать с долготерпением Налагая наказание не как врагу Но как сыну в разумлении И в учении То есть научая самого В пользу наказания Утешение больше всего Нуждается в долготерпении и учении С долготерпением не случайным Но со всяким То есть обнаруживающимся При всяком случае И в делах И в словах И во внешнем виде Комментарий Игнатия Лапкина Апостол Павел заботился О церковных кадрах И был для Тимофея Рожденного им проповедью Истинным духовником Все свои послания к Тимофею Он наполнял увещаниями Чтобы тот проповедовал День и ночь В любом месте О да устрашимся сего мы Ленящиеся проповедовать Иные опять благовременной проповедью Почитают проповедь в церкви А безвременной Вне церкви Вы Сегодняшние пастыри и архипастыри Вы называете себя православными И перед народом Выказываете себя Как бы особо набожными Потому что вы являетесь служителями алтаря Примените эти слова Вселенского учителя лично к себе Представляя, что вы друзья Тимофея И вместе с ним Сопутствуйте апостолу Павлу Если будете это исполнять То какие вы будете блаженные И мы вместе с вами Это я делаю комментарии такие Чтобы оживить Не просто Прочитать А неоднократно Сказанные слова О Библии О проповеди Повторяю их О да устрашимся сего мы Ленящиеся проповедовать Иные опять благовременной проповедью Почитают проповедь в церкви А безвременной Вне церкви 2 Тимофея 4.3 Ибо будет время Когда здравого учения Принимать не будут Но по своим прихотям Будут избирать себе учителей Которые листили бы слуху Вот интересно Какое время? Будет время Говорил не о своем времени сегодня Они сами будут избирать учителей И как он о чем утвердился Они поэтому будут говорить Один в один И будет это нравиться А концовка-то какая Оба упадут в яму Но я причем Я же надеялся Попы знают Зачем ты доверился Это писание говорит об этом Ладошкой мокрой по голове стукнули Все Ну ты же видишь Он совершенно не верит Вышел стоит Курит К нему подходят Он папиросу переложил Справа руки в левую Благословил И опять затягивается В церковной ограде Батюшка смотрит Это в Греции Стоят курят Это причастники сегодняшние Они говорят Перед причастием Было сказано В этот день не курить В этот день Да ты его сквернявся Даже к храму не подпустил Все Епископ едет Курит свободно Греки сегодняшние Батюшка Сидят там говорит Там собрание идет Курит А сейчас говорят Собрание русское будет И они дым разгоняют Чтобы А то говорят Они не любят Чтобы дым был Вот и все Даже немцы Даже баптисты В России все-таки Что-то значит это Они видят православных Встречи какие-то С ними идут И они от тех уже Резко Ну теперь они Не отличаются Всех перемолол Уехали баптисты Ревностные были Я их фамилии знаю Встречались Там приехали Все Ничего нету Спортивные занятия По Ближе Бросаемого диска Как в книге Маковейской говорится Все разложились В штанах Накрашенные Ногти Все Ну мы же не голубой Краской красим Да какая разница Какой Главное что Не голубой краской Почему они не любят Голубую краску Она даже хорошая Так Толкование Итак Предупреди их Прежде чем Извергнуться В несчастье Поэтому и сказал выше Во время И не во время Пока еще имеешь Возможность Убеждать Делай все Апостол обозначает Выражение Будет избирать Беспорядочную Толпу Учителей А также То что Они Изобираются Народом Который будет Действовать Не по здравому Разуму Но будет избирать Тех Которые станут Поблажать их Похотям И только Угодно Им говорить И делать То есть Желающие Всегда слышать Приятное Усладительное Ласкающий слух Вот нигде Я более Такого Четкого Объяснения Не встречал Как в братьях Карамазах У Федора Михайловича Достоевского Великий инквизитор Мы разрешим Грех И спасем Всех Ты только Христос Знаешься С гордыми Которые Постятся Молятся А у меня Все будут Спасены То есть Как И говорит За смертью Обрящают Лишь смерть Там ничего Нету Вот Все Приятное Говорю Усладительное Ласкающее Давайте Сюда Дворки Выписывайте В каждый Храм Второй Тимофей Четыре Четыре И от истины Отвратят Слух И обратятся Басням Толкование Видишь Они не по неведению Заблуждаются А произвольно Отвратят Говорит Слух И обратятся К басням Следовательно Их зло Добровольное Апостол Говорит Это не для того Чтобы повергнуть Ученика в уныние Но чтобы убедить Воспользоваться Настоящим временем Безопасности На должное И чтобы он Мужественно Переносил Когда это Случится Как и Христос Говорит Они будут Отдавать вас Судилища И будут Бить вас Матфея 10 17 И сам Павел В другом месте Под шествием Войдут К вам Лютые волки Деяние 20 29 2 Тимофея 4 5 Но ты будь Бдителен во всем Переноси скорби Совершай дело Благовестника Исполняй служение Твое Толкование Видишь ли Почему апостол Сказал прежде всего Чтобы он Бодрствовал Как бы так Говорит апостол Прежде чем Наступить Этой гибели Пока не придут Волки Пострадай И добровольно И против воли Чтобы перевести Овец В безопасное состояние Следовательно Дело благовестника Страдать И от себя И от посторонних Таким образом Тогда исполняется Служение Когда кто страдает Комментарий Игнатия Лапкина Когда совершается брак То священники Согласно Слава Иисусу Христу Согласно Согласно Сстановлении Возлагают На врачующихся Венцы При этом Венцы Должны Возлагаться Только на тех Кто сохранил Своё девство Непорочность А сейчас На всех подряд Да не нанивай Сзади Идут Держат Вот так вот Венчания То нету Это венцы За победу Над врагом На блудном поприще Они Поприще Поприще Они одновременно Означают Что возлагается Как бы терновый венец Подобный Венцу Нашего Господа Потому что В семейной жизни Будет много Скорбей и печали И сочетающихся Браком Ждут как бы Бури на корабль Как корабль Который Выходит в бурное море Семейной жизни Покинув Тихую пристань Девство 1 Коринфянам 7.28 Впрочем Если женишься Не согрешишь И если девица Выйдет замуж Не согрешит Но таковые Будут иметь Скорби По плоти А мне вас жаль Святой Ян Златоуст В своих шести словах О священстве Подробно говорит О великих Опасностях И скорбях Которые поджидают Духовного пастыря Священнослужителя Сегодня придумали Церковные награды И награждают Красивыми Блестящими Митрами Объясняя Что они Прообразуют Терновый Венец Христа И если Священники Так вожделеют Этой награды То есть Этого тернового Венца Достойного Всяких наград Вечности То они должны Помнить слова Блаженного Феофилакта Что Этой награды Этого венца То есть Митры Легче всего Достигнуть Через проповедь Обличающую Запрещающую Питающую За такие проповеди Тебя обязательно Будут гнать И ты будешь На грани Мученичества Даже в мирное время Следовательно Дело Благовестника Страдать И от себя И от посторонних Таким образом Тогда Исполняется Служение Когда кто Страдает Через проповедь Приносящую Страдания Пастырь Действительно Сочетается С вечным Женихом Христом И получит Нетленный Венец Даруемый Женихом Своей невесте За ее верность Святитель Феофан Затворник Говорит Всякого Кто Исповедует Меня Пред людьми Тогда Во Исповедую И я Пред Отцом Им небесным Христос Говорит Матфея 10.32 Трудно ли Исповедать Господа Никакого Нет труда Какой труд Сказать Когда требуется Что Господь Наш Иисус Христос Есть Единородный Сын Божий Бог Который Ради нас Пришел На землю Воплотился Духа Святого Марии Девы И Вочеловечился Был Распят Пострадал Погребен Воскрес Третий День Вошел На небеса И сидит Одесной Бога Отца Что Он послал Духа Святого На святых апостолов Силой Его Устроивших На земле Святую Церковь Которая Научая Истине И освящая Таинствами Правильным путем Ведет Всех верных Чад Своих Царства Небесное Все это Мы повторяем Всякий раз Когда слышим И читаем Символ веры Так возьми Эти истины Запечатлей Их в сердце Своем И будь готов Не боясь Никакого Человеческого Лица Заявить Что так А не иначе Нужно веровать Чтобы спастись Готовясь вместе Потерпите то Что за это В ином случае Достанется тебе Заграждай уста Учителей лжи И хулителей Христианства Словом истины И получишь то Что обетовано Господом Вот он выходит И говорит Какой-то там Где-то А я не верю в Бога Издевается Так выйди на него Теперь Покажи Кто он такой-то Отвесь ему По полной программе Нет Заразу от него Примем А его не обличим А он Лжет Он поносит Христа Не имеет Никакой веры И как-то Ни отвращения Ничего нет Понятия Никакого Совсем нет И тянутся туда Люди Смотришь А я такого-то А мне тот-то сказал Ну сравни его места С писанием-то Ты отскочи от него Это даже не волк Демон настоящий Ты исповедуешь его Богом И спасителем Перед людьми А он перед Богом Отцом Исповедует Что ты верный Его последователь И исповедник Видишь какие слова Филофан Затворник Говорит это Знаете ли вы Возлюбленные братья За что хотят Погубить меня За то Что я не приказывал Стол 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 Перед собой Богатые ковры Что никогда не хотел Я одеваться В золотую И шелковую одежду Что я не унизился До того Чтобы удовлетворять Жадность этих людей И не держал стола Открытого для них Это видимо Слова золотого Там впереди написано Ладно Племя Аспида Всегда Голод Господствует Осталось потомство У Изавели Но и благодать Подвязается с Ильею Иродиада Также здесь Иродиада Все еще пляшет Требуя головы Иоанна То есть он сам Иоанн А цариса была И в Доксе И ей сразу прибежали И говорят Он опять про тебя говорил Он говорит Ну об этом Снова Иродиада Требует моей головы Иоанна И вот тот Иоанн Которого крестителя гнали Иоанн Златоуст И ей отдадут голову Иоанна Потому что она пляшет Христос со мною Чего я устрашусь Его Евангелие в руках моих Посох На который я опираюсь Вот где мое прибежище Вот мирная пристань Души моей Бури на меня воздвигнутые Море на меня низвернутое Неистовство государей И осильных мира Все это для меня Не более паутины Святитель Иоанн Златоуст Вот так 2 Тимофей 4.6 Ибо я уже становлюсь Жертвою И время моего Отшествия настало Толкование Не сказал Я приношу себя в жертву Но сильнее Ибо в жертве Не все приносится Богу А жертвенное Возлияние вина Все было приносимо 2 Тимофей 4.7 Подвигом добрым Я подвязался Течение совершил Веру сохранил Толкование Для чего Павел Теперь превозносит себя За это Он не превозносит себя Но утешает ученика Чтобы он Не скорбел за него Потому что Павел Как достигший Блавого конца Отходит к венцу Подобно тому Как отец Предсмертью Утешая сидящего Пред ним И плачущего сына Говорит ему Не плачь Чада Мы прожили хорошо Мы воздвигли трофеи Царь оказывает нам Своё благоволение И ты будешь Ославиться Моими делами Очевидно Отец говорит Это для того Чтобы своими Похвалами Внушить сыну Легче Переносить Разлуку с ним Так и Павел Утешает здесь Тимофея Оставляя своё послание Как завещание Подвигом добрым Я подвязался Посему и ты Прими его на себя Итак Павел Где узы и оковы Там и подвиг Добрый Да По тому самому Что он совершается За Христа На обыкновенных зрелищах Люди состязаются В течение многих дней И на одну минуту Получают венец Здесь же Навсегда Подвязавшимся Слава Поэтому подвиг Добр То есть Приятен и славен Апостол Совершил Дело благовестия От Иерусалима И окрестности До Иллирика Прошёл таким образом Преодолевая Бесчисленные Препятствия Смерти Казни Бедствия Как бы имея Огненные крылья Много было такого Что покушалось Отнять у него веру Угрозы Смертельные опасности Соблазн удовольствий Но он устоял против всего Будучи бдительным И наблюдая За подкрадывающимся Похитителем веры Всё